Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодняшняя тема вебинара посвящена инструментам SPDS Graphics, таким неизвестным, скорее всего, инструментам вам, как универсальный маркер, хотя, может, кто-то слышал, и только, может быть, очень малая часть его уже использует в своей работе. И цель моего сегодняшнего вебинара – немножко представить этот инструмент, осветить его функциональные возможности, представить его таким более крутым и навороченным, и вообще продвинутым для того, чтобы автоматизировать вашу текущую работу. И для этого я использую пример из практики. Часто пользователи обращаются с вопросом, как это сделать. Вот один из таких примеров мы взяли для демонстрации возможностей. План у нас вебинара будет такой. Сначала коротко, зачем этот маркер был, его функциональность придуман и нужен. Затем непосредственно демонстрация создания подобного маркера, безусловно, передача его данных в отчет, связывание с табличной формой. В конце вебинара будет интересное предложение по приобретению SPDS Graphics, потому что запущена акция специальная. И что касается новости, что касается самого продукта SPDS, какая версия есть, какая выходит, это все уже ближе к концу вебинара. Где-то рассчитываем, наверное, на час нашей трансляции. Может быть, чуть задержимся, если будет много вопросов или где-то провтыкаем скорость. Давайте начнем. Меня зовут Светлана Копарова. Я являюсь руководителем проекта SPDS. Продукт развивается достаточно давно, хотя функциональность его не так, чтобы кардинально меняется от версии к версии. Мы сейчас скорее больше добавляем элементы, параметрические элементы в базу данных SPDS Graphics. И заботимся о том, чтобы выходящие нормы были, мы были в соответствии, оформление в SPDS Graphics соответствовали выходящим нормам на проектирование. Поэтому, естественно, каждый год выходит обновление графической платформы AutoCAD. Об этом мы тоже, в первую очередь, заботимся, чтобы успеть разработать SPDS Graphics и под новую версию. Основные инструменты, которые вы знаете у SPDS Graphics, находятся больше на панели ленте в левой части, ближе к серединке. Это оси, выноски, элементы оформления работы с архитектурой. То, что мы рассматриваем на текущем вебинаре и некие специализированные функции, нетривиальные инструменты SPDS Graphics 2022. Я рассматриваю сейчас именно эту версию, потому что вот-вот она выйдет. Поэтому основываюсь пока и текущую презентацию веду с упоминанием 2022 версии SPDS Graphics. Так вот, инструменты, которые достаточно нетривиальны в использовании, но очень мощные в автоматизации, находятся больше в правой части ленты во вкладке SPDS. И сегодня мы будем изучать универсальный маркер. На экране я подсветила то самое место, где в разделе ленты объекты с базой создается сам универсальный маркер. Что такое? Ну, естественно, мы еще будем по ходу смотреть и эту команду применять постоянно. Что такое вообще универсальный маркер? Универсальный маркер у нас инструмент, который был придуман для того, чтобы связать любую графику в нашей модели с табличной формой. Это может быть настолько произвольная графика, что даже все примеры не привести. Сейчас покажу самый простой пример, с которого мы, по-моему, даже начинали показ самого первого функционала универсального маркера. Это была свая. То есть у нас есть ряд свай разного исполнения, то есть анкерная, испытательная, рабочая свая, которые нужно разместить на плане свайного поля одним каким-то инструментом и собрать автоматически, во-первых, все координаты этих свай, затем получить экспликацию свай с подсчетом количества. И также в начальных версиях СПДС это не решалось, сейчас это решается. Сейчас, возможно, также автонумерация свай в зависимости от, допустим, координат. То есть, наоборот, уже передача данных из табличной формы непосредственно в графический объект. То есть в данном случае наш с вами маркер, это такой зеленый кругляшок с осями, рабочий инструмент свай. Это не просто вот эта графика, внутри есть другая информация. Мы ее тоже посмотрим чуть позже, как что туда можно завести, какую информацию. Можно сравнить этот инструмент с блоком автокад, то есть некая графика и внутри атрибутика. Да, можно, но не просто это не есть чистый блок обычной автокада и не есть блок динамический автокада платформы. Это нечто, во-первых, среднее и более полное в таком понимании, потому что мы можем делать и несколько исполнений, и с атрибутами делать всевозможные формулы логические. Вот, и разрабатывать собственные идеологии для введения такого объекта в чертеж, всю информацию заводить через удобную нам форму. Вот, поэтому в чистом виде это можно рассматривать как аналог, более продвинутый аналог блока автокада. И при создании он, тем не менее, является более простым, чем создание динамического блока. Чем статического нет, ну, потому что у статики это простая геометрия, там и ряд атрибутов. Вот, это более меньший функционал. Еще один из примеров маркера покажу. Еще один пример маркера это фасадная кассета. А здесь уже графика посложнее. Здесь именно динамическое изменение идет с самой кассеты. Плюс отработка текстового параметра внутри, ну, название, нумерация кассеты. И, естественно, получение, зачем это было нужно, нужно было с тем, чтобы быстро составить фасад из таких кассет и получить, собрать все их размеры по количеству и по нумерации, собрать введомость фасадных кассет. Теперь наш сегодняшний практический пример. Сразу скажу, что тема кронштейнов и профилей фасадных кассет как таковой, сама специфика мне не настолько близка, поэтому я вижу основную логику, необходимую в работе проектировщику. А сами дополнительные атрибуты, некоторую часть мы будем просто из головы придумать. Я думаю, что вы сообразите быстро, как это применить у себя на практике. У нас есть ряд, изначально был ряд кронштейнов разного рода, которые заведены блоками и в дальнейшем они используются на чертеже, на фасаде, проставляются для того, чтобы, естественно, на фасадной конструкции получить крепежку и по ним получается спецификация отчетная. В чем здесь был смысл использования маркера? Ну, для того, чтобы как бы мы с вами решили эту задачу по-другому. Ну, конечно же, блоком автокада. Это так пользователи и, собственно, использовали такие кронштейны, вставляли каждый раз блок автокада. При этом вот этот файл с блоком автокада всегда у нас где-то должен быть под рукой и это разные блоки. То есть это не динамический блок, потому что, может быть, не было навыка его составить. Может быть, это все-таки не было настолько необходимым. Это были просто статические блоки автокада, их копировали. Вот, соответственно, с ними что смогли произвести? После копирования их могли собрать в таблицу, даже со средствами автокада, посчитав количество. Ну, вот дополнительные фишки, как-то добавить какие-нибудь к ним атрибуты, например, автоматическую выноску или преобразование, выбор каких-нибудь условий внутренних, внутренней атрибутики по расчету, например, там стоимости и прочего, стоимости монтажа, стоимости закупки. Вот это уже с помощью просто статического блока автокада не решить. Мы сегодня на примере будем рассматривать изучение кронштейнов и преобразование их в универсальный маркер SPDS. Господи, что-то пришло нам. Сейчас уберем. Так, после того, как мы с вами универсальные маркеры разместим на чертеже, создадим их и разместим, естественно, мы с вами получим еще и автоматический отчет. Я быстренько тоже по нему пробегусь. Это важный функционал. Давайте начнем непосредственно с демонстрации. Сейчас я уберу, что у нас тут всплывает. Вот все, я увижу. Так, вот наш примерчик. Наш примерчик от пользователя. Это даже не блоки собраны. Это набор примитивов, которые копируются. Я знаю, что их пользователи вставляли блоками по фасаду. После этого подсчет уже и не велся автоматически без вставки блоков. Но подсчитать вот эти элементы мы по-другому никак не сможем. Команды о создании маркера. Для того, чтобы создать маркер, нам нужно с вами определиться, какую геометрию он будет иметь. То есть, а что мы на чертеж показываем? Это линия простая. Это штриховочка, залитая какая-то площадь. Это просто текст. Это может быть все, что угодно. То есть, любая геометрия, повторяющаяся геометрия, которая нас интересует на чертеже. В данном случае нас интересует изображение. Какой-то профиль есть у кронштейна, есть сок 85. Начнем с него. Вот это у нас будет главная позиция. Все остальные мы с вами будем добавлять. Наверное, не все. Наверное, какую-то часть, чтобы просто общий принцип был понятен. Вызываем команду создания универсального маркера. После выбора команды мы должны указать те объекты, которые у нас с вами пойдут в геометрию этого маркера. И указать точку вставки, которая в наш маркер будет вставляться. Я возьму по умолчанию в центр. Появляется диалоговое окно создания нашего маркера. Оно такое простое. Пока мы с вами прям вот с нуля начинаем. Поэтому здесь ничего такого еще навороченного нет. Сейчас мы все это сделаем. В первую очередь нужно добавить те атрибуты или те свойства, которые мы хотим в нашем маркере видеть. Первый атрибут – это его имя. Оно у нас есть всегда. Как-то наш маркер нужно назвать. Так и назовем он. Кронштейн. На сохранение в базе, на его имя в базе это пока не влияет, потому что его можно будет поменять после сохранения, перед сохранением. Как добавляются атрибуты? Атрибуты пишутся вот прям вот списком, столбиком начинается их перечисление. Что нам? Ну давайте нам какие-то нужны. Какое-то у него тут есть имя. Назовем имя. Кронштейна. Так, что у нас с вами еще есть? Ну есть какая-то его вот длина, судя по тому, что там не обязательно прям, конечно, все сразу, все параметры заводить. Можно добавить атрибуты в любой момент и обновить уже вставленные маркеры на чертеж. Ну, чем раньше вы это продумаете, систему сразу, тем, конечно, будет удобнее не запутаться потом в создании атрибутов. Ну и там еще какой-то есть такой параметр, удлинитель. Я все их пишу с маркировкой. Крэк, ранштейн. Второй столбик описания. Это всего лишь название параметров, которые будут использоваться там в форме, например, или в подсказках к объекту. Можете заводить, может нет. Ну, для красоты, конечно, потом лучше заводить. Значение. Это непосредственно значение маркера по умолчанию, которое заводится у атрибутов. Они могут вычисляться, могут быть заданы табличными параметрами, потому что следующим столбиком у нас с вами идет свойство атрибута. Мы как раз сейчас с вами и посмотрим о том, что свойство атрибута может использоваться свойство с объекта. То есть, если бы вставлялась какой-нибудь атрибут, например, с подсчетом площади, то мы могли бы в свойство атрибута этой площади добавить ее вычисление непосредственно указания с чертежа. Ну, или не обязательно площадь, есть длина, там вариантов много. Даже мы попробуем потом какой-нибудь из. Еще одно из свойств – уникальное значение. Уникальное значение – это все время прибавление единицы к вашему текущему значению. То есть, вы начинаете вставлять, условно, если мы вставляем колонны, то там K1, K2, K3 и так далее. Все время вставляется новая позиция с добавлением нового уникального значения. Она никогда не повторяется. То есть, у нас никогда не будет повтора K1. Вот такой вариант. Вычисляемое поле – это непосредственно какая-то функция, которую мы преобразуем среди текущих атрибутов. То есть, что-то складываем, подсчитываем объем, вычисляем стоимость. В этом случае мы ставим вычисляемое поле. Автодобавление плюс единичка. Этот уже вариант отличается от уникального значения тем, что мы с вами добавляем единичку и можем иметь дублирующее значение. Ставили колонну 1, колонну 2, прервали вставку, начинаем вставлять заново. Она начинается снова с позиции колонны 1, колонны 2 и так далее. То есть, за период мы можем вставить несколько объектов с плюс 1, но начать с любого значения, в том числе с повторяющегося. Ну и простое поле – это свойство, когда мы наши значения с вами задаем вручную. После определения ряда атрибутов сейчас покажу нижнюю панель. мы еще на нее обратим внимание. Здесь у нас с вами есть возможность отрисовать маркер через выноску. Используется это в том случае, когда у нас с вами маркер, ну, например, какой-нибудь КМД, примерчик такой на сайте СПДСРУ есть, где фактически пишется только выносная позиция на выноске, текст на выноске, а уже внутри идет огромное преобразование данных, которые необходимы для получения ведомости расхода стали или спецификации элементов. То есть выбор колонны, например, выбор металлопроката, несущий конструкции, определение сечения, определение характеристик, подсчет объема, указания длины и так далее. Все это заводится уже через внутренность, вот через создание маркера, через его атрибутику. Если наш маркер нужен для внутренних преобразований, но при этом не нужен нам на печать, мы можем запретить этот вывод печати. Соответствующий второй кнопочкой внизу диалогового окна следующая опция создания формы. Это как раз то диалоговое окно, которое пользователь будет видеть, когда будет вставлять свой объект на чертеж. Вещь крайне удобная и полезная, и мы сегодня это чуть позже обязательно рассмотрим. Четвертая получается у нас кнопка. Вот эта штучка сегодня нам понадобится в самом большом количестве. Это исполнение. Исполнение это различные варианты нашей графики, нашего маркера, который мы хотим использовать. Нам как раз нужно добавить еще одно исполнение. Как-то оно назовется, как у нас там 135, там что-то такое дальше называется. то есть название вы можете придумывать сами, какие нужны, потом уже будем к ним обращаться. Вот ряд исполнений добавим, добавим 135. Появляется автоматически атрибут исполнения, то есть такая системная переменная, убирать ее не надо, она нам нужна, мы ей будем пользоваться. Добавим еще исполнение, какое-то было, какое-то вот такое уже что-ли с удлинителем. Такое добавим, ну какой-нибудь для разнообразия еще одно. Такое, тоже точку вставки по центру берем. Так, создали, пока хватит, потом еще добавим. Таблицу параметров введем чуть позже, увидим, что это, зачем это. Сохранить изменения в базе, чтобы наш маркер мы могли использовать постоянно, естественно, мы его сохраняем в базу. А если мы нажмем кнопку сохранить изменения в базе, то у нас он перезапишется с тем именем, которым было ранее. Если мы его хотим поменять, то нажимаем сохранить как. обязательно проверяем, куда мы сохраняем наш объект, то есть по умолчанию всегда пишется DB, это database, иначе говоря, просто головная часть базы плюс маркеры ее подразделения. Сейчас наш объект запишется в папку маркеры фактически. С наименованием кронштейн без примечания. Если кронштейнов каких-то там много, конечно, лучше прокомментировать или в примечании написать для каких случаев он используется. Сохраняем. Сейчас я покажу, где он сохранился. И последняя здесь кнопка относится к объектам, которые уже вставлены, маркеры, которые уже у вас на чертеже размещены, но они были без добавленной какой-то атрибутики или без новых применить. У нас пока никаких изменений нет, поэтому мы эту кнопку не нажимаем. Нажимаем ОК. У нас вот наш маркер с вами автоматически сейчас появляется для вставки. Я пока нажму Escape и покажу, где он вставился в базе. У меня их тут даже два. Этот по-моему какой-то другой лишний тренировочный. База элементов. Напомню, как включается база элементов. Если у вас этой вкладочки нет, то в разделе ленты объекты с базой кнопка управления вкладками можно включить все вкладки объекта, менеджер проекта, выбор альбом и так далее. Мы сейчас в разделе вкладки базы элементов. Раскрываем папку маркеры. Если вы работали там постоянно и вы только пересохранили объект, он не отображается, иногда нужно нажать команду обновить для появления объекта здесь в списке. Непосредственное указание из базы, вот он пошел на вставку, и вы спросите, а что тут изменилось? что изменилось? Вставился наш объект с каким исполнением? С текущим, которое было основное. Основное у нас исполнение main, вот это было синенький ромбик замечательный, он всегда по умолчанию пока называется main, не переименовывается как другие. Как вставить остальные, как вы спросите, мы же с вами еще добавили несколько исполнений. Нужно здесь это имя поменять на то, которое мы с вами вводили. Да, это сейчас совсем неудобно, я же потом забуду, как я их назвала, да, я вот этот назвала 135, а тот я назвала, ну, я не помню, а вдруг я там его как-то вот так назвала, да, вот так, что будет, как-то нет такого, почему, потому что не то я задала имя. Правильно, здесь нам надо с вами дальше оптимизировать форму для задания данных с тем, чтобы из списка выбирать удобную для нас удобное исполнение, просто выбрать из списка, оно же где-то есть, оно у нас действительно где-то есть. Как это делается, мы заходим в редактирование маркера снова и вызовем для начала наверное сделаем табличные параметры, которым у нас будет соответствовать ряд атрибутов табличные параметры, которые за наше же исполнение будут отвечать. Делается таким образом, нажимаем таблицу параметров и дальше в порядке возрастания этих параметров их можно брать все, можно не все, указываем галочки необходимые столбцы. Наименование, здесь мы ее заполняем, можно пользоваться Excel, скопировать эти строчки оттуда, если какой-то файл спецификации уже есть. Длина соответственно у нас 85, что-то такое, наверное, удлинитель, это вот считается есть, нету, если нету, то давайте напишем нет. Вот последний пункт это исполнение, наше исполнение, вот мы должны были запомнить и единственное где заполнить это вот в этой табличке у нас будет здесь имя, у нас будет вот такие вот параметры 135 мы ее назвали, да, если нет, нам естественно система опять скажет, что нету такой, что-то подумайте и найдите новую, как видите строчки повторяются, поэтому их можно было бы и 75, не помню, мы сделали, давайте запишем, не будет, добавим 175, компонент и тут 175, вот наш табличный параметр прописывает однозначное соответствие по, в данном случае по наименованию, мы получаем выбор дальше длину кронштейнов, дальше выбираем удлинитель, вот добавили эти значения, теперь идем в редактор формы, для того, чтобы сделать красивую, удобное диалоговое окно для вставки нашего маркера, поле, такое серое у нас поле в сеточку и синяя граница как раз размер диалогового окна показывает, то есть его можно сначала сделать большим, но оно у вас таким большим, потом и будет выскакивать при вставке, оптимально сначала разместить объекты, подвигать ваши атрибуты, а потом размер собственно диалогового окна подсократить, мы ставим сейчас с вами таблицу, это очень будет крутая штука, мы будем по пунктам выбирать по наименованию, потихонечку отсеивать нужное нам исполнение, для того, чтобы наша таблица была связана с теми табличными параметрам, которым мы ввели, мы присваиваем нашей табличке во вкладке свойств, вот в этом редакторе есть две вкладки, показываю, есть переменные, есть свойства, вот же наша табличка, она же показана сейчас сереньким, она не используется, как только мы нажмем определить ей параметры, она у нас с вами станет зелененькой, то есть показано, что в данном маркере наша табличка теперь будет использоваться, но в ней еще ничего нет, мы добавим туда наименование, мы добавим туда длину, мы добавим туда вот там удлинитель, а уже само исполнение мы не добавляем, потому что оно у нас автоматически будет прописано по тем шагам, которые мы с вами сделаем непосредственно до этого, такой размер естественно потом может подрасти, можно это будет сократить, и так далее, здесь можно подписать любой текст, сделать любые вставки картинок, наименование колонок, если мы хотим поменять, обратите внимание, что у нас идут те наименования атрибутов, которые мы с вами использовали непосредственно в этом, непосредственно при задании атрибутов, вот они подсказки, которые здесь использовались, вот тут можно добавить текст, 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 текст задается через свойства, здесь выбираем, текст можно двигать, понятно, говорю, вставлять картиночки, в общем, приводить к такому красочному виду, заняться таким неким дизайном под себя, для того, чтобы протестировать, можно просто теперь форму закрыть, она сохранится, можно протестировать ее вид, нажать либо файл тест, либо просто кнопочка тест, появится вот такой вот у нас с вами определенный выбор табличных значений, ну, а теперь немножко вернемся к чертежу, чтобы это было еще более понятнее, понятнее, закрываем редактор форм, теперь обязательно сохраняем изменения в базе, теперь, поскольку какой-то объект вставлен в чертеж, применяем команду применить на все маркеры и нажимаем кнопку окей, ну, там какое-то последнее у нас с вами исполнение осталось, 135, у которой мы последнее вводили и не переназначили, сейчас мы его переназначим, заходим в редактирование и теперь обратите внимание открывается наше с вами диалоговое окно формочка, которую мы только что с вами разработали, по которой нам просто очень удобно сделать следующее, мы выбираем нужное исполнение, выбираем нужную длину, выбираем наличие удлинителя и все, вуаля, смотрите, как замечательно поменялось исполнение, оно поменялось ровно по соответствию наших табличных параметров, таким образом мы можем дальше размещать все наши объекты для вставки, естественно, никто не запрещает их копировать средствами просто платформы, затем изменять на чертеже, то есть все, что угодно вы дальше с ними можете сделать. В любой момент, а где у нас основной, давайте, какое-нибудь красивое первое добавим, ромбик мне очень нравится, вот, а в любой момент вы можете добавить исполнение, которого у нас не хватает, давайте посмотрим, как это сделать, ну, это делается тоже через редактирование, если нам что-то не хватает в нашем чертеже, мы это делаем в маркере, через его редактирование, вызываем двойной щелчок на маркере, наша выскакивает формочка, но мы идем в редактирование свойства маркера, добавим еще одно исполнение, какого у нас тут не было, 175 есть, вот, 175 вот, это добавим, так его назовем, опять за центр вставим, оно у нас добавилось, но, оно добавилось у нас с вами в исполнении E, как геометрия, в табличные параметры, мы с вами его еще не определили, то есть оно висит, но его значение придется выбирать как-то самостоятельно исполнение, не забываем о том, что у нас есть табличные параметры, мы его еще сюда добьем, то почему я говорил Excel, проще, если такая табличка есть в Excel, то естественно просто Ctrl-C, Ctrl-V и здесь новые табличные параметры мы с вами получили, сохраняем изменения, применяем на всякий случай ко всем остальным, чтобы они тоже об этом знали, какой-нибудь обратите внимание, что поменялись все маркеры поменялись на ранее выбранные на ту геометрию, которую я сказал применить. Появилась новая позиция, обратите внимание, вот она, у нас здесь ее не было, вот она появилась. Соответствует, соответствует, еще разок поменяем вот здесь для красоты. Ага, теперь два одинаковых, ну ладно, будут разные. В одном объекте, что мы получили с вами по факту? В одном объекте, в маркере, можно сказать, что в одном блоке, скрыто несколько вариантов исполнения, очень удобно, особенно, если база сетевая, один человек разработал, все остальные только ее используют из базы, ничего ниоткуда не копируют, не ищут, с криками все пропало, где это взять, все в базе, все в сетевой, берем и пользуемся. Помимо того, что здесь несколько исполнений, у нас удобная форма ввода, и все эти исполнения у нас уже с вами жестко прописаны. Атрибутики внутрь мы пока с вами никакой не добавили, то есть я уже говорю о том, что куча атрибутов, расчетная стоимость, сметная, все, что туда вам нужно допихнуть в эту специфику любые преобразования, можно с помощью новых атрибутов и вычисления атрибутов между собой. Давайте добавим, здесь вот у нас еще есть, заодно покажу, как делать связь, ну, можно вывести позицию, вот эта позиция текста, если она нам нужна в геометрии маркера, чтобы она тоже все время динамически менялась, и мы потом каждый раз бегали за каждым, подписывали, чтобы она у нас менялась. Вот, можно этот текст добавить, сейчас мы на каком-нибудь потренируемся, на каком, давайте вот на этом, да, как раз здесь и добавим, для того, чтобы нам с вами добавить изменяемый текст в геометрию, нужно этот текст создать с использованием вот такого вот символа, значка доллар, а дальше название нашей переменной, которая будет, у нас она еще с вами, атрибут этот в маркере не определен, текст КР. Опять вызываем маркер на редактирование, почему? Потому что теперь нам нужно с вами исполнение подменить, у нас главное исполнение, нужна новая геометрия, потому что про этот текст пока наш маркер не знает. Подменяем геометрию, снова точка вставки, появляется наша переменная, вот она, текст КР. Чтобы нам ее с вами не писать, можно взять из имени, мы с вами имя там все время меняем, давайте я вам покажу, как можно сделать вычисляемое поле, поставим вычисляемое поле, ставим фигурные скобочки и вычисляем из, например, что мы, например, мы делаем name, нет, длина, добавим, например, сначала слово сок, чтобы добавить текст, мы просто допишем его в кавычках, нам надо вот так вот сок, например, прибавить, что там, length, можно для того, чтобы переменные должны четко соответствовать введенным ранним значениям выше, и самое главное, они должны быть определены выше, если я здесь складываю, ну, это текст складывается, естественно, заранее не нужно ничего к нему добавлять, а вот если у нас с вами идет добавление значения length square, то это значение уже должно быть выше определено, если не определено, если оно где-то ниже, то просто так вот перетягиваете drag and drop, чуть выше этот параметр атрибута заводите, чтобы он был определен выше по рангу в маркере. Так, сохраним изменения, ну, собственно, все, больше тут ничего делать-то особо не надо, посмотрим, посмотрите уже значение для этого маркера обновилось, обновится ли оно для следующих, конечно, нет, почему, потому что в следующем маркере у нас с вами другое исполнение, и здесь у нас с вами не было определения атрибутики, то есть, почему я говорила, что вначале желательно сразу продумать, какая будет геометрия у всех маркеров, ну, давайте все равно у какой-то части, не у всех, чтобы нам на этом не задерживаться, добавим эти исполнения, добавим этот текст, есть и еще один вариант, то есть, не обязательно через, например, атрибутику идти, сейчас мы посмотрим с вами и еще один вариант исполнения, так, установим новую геометрию, снова выберем тот же самый параметр, параметр должен быть тот же самым, иначе у нас с вами не получится нужно было ввести, скопировать с предыдущего, ну ладно, напишу заново, не копируют, при задании геометрии мы не можем с вами, перед заданием геометрии, мы не можем знать о том, что мы раньше для этого атрибута скопировали, создали этот атрибут с вычисляемым полем, то есть, вот эта вот формула, она не скопируется, надо было скопировать заранее, я повторю, чтобы просто, а, она даже у нас память есть, вот, я вот так вот выбираю ее, и вставляю, так, еще раз сохраняю изменения, применю, а, сейчас обновится все маркеры, давайте посмотрим, эти какие у нас тут с вами обновились, обновился вот этот, тут обновиться так не должен был там, посмотрим сейчас, что у нас с вами с исполнением получилось, с 85, поменялось ей, поменялся ему, как странно, то ли не, не то значение мы тут выбрали, здесь должно быть то же самое значение, все они, все у меня теперь стали одинаковые, ну, ничего, мы сейчас с ними справимся, как всегда, заходим в редактирование, смотрим на установить вычисляемое поле, да, длина, правильно, текст, а, вроде все тут правильно, окей, вставляем из базы, сок 135, вставляется хорошо, мы там геометрию заменили, эти вставляются, 85 почему-то вставился не очень хорошо, у него трибычка не поменялась, ну, рассмотрим сейчас, чтобы на этой какой-то ошибке непонятной не останавливаться, где-то я косякнул с распознаванием нашего этого текста, вот, с атрибута, установим еще разок, как говорится, работа не должна, куда она денется, сохраним, да, все, перезадалось, все, теперь работает, что же, последовательно, каждое, каждое наше исполнение, последовательно, пошагово, вот, без, я постоянно перезаписывала наши данные по всем маркерам, и они у меня таким образом некорректно отображались, вот, для двух я уже сделала, сейчас давайте уже все-таки там еще один какой-нибудь, третий закончим, мы же все-таки ввели, это у нас был 175-й, просто, добавляю исполнение, новое, текст не выбрала, обязательно текст, текст еще раз говорю о том, что он должен быть с атрибутом, вот, не нажимаю эту команду применить на вставленные маркеры, и вставляю еще один такой объект, кажется, я не задала ему исходную точку, сейчас проверим, нет, все работает, вот они, изменяются, изменяются они динамически при изменении исполнения, поскольку у нас здесь с вами речь идет, подтягивается атрибут нашего кронштейна, его атрибут, это не наш введенный текст, это его атрибут, поэтому замечательным образом, если мы меняем объект, естественно, атрибут этого объекта тоже меняется автоматически, это вот пример, как создать автоматический текст к вашему маркеру, что можно было сделать еще, еще можно было сделать шаблон выноски простой, сейчас мы еще и этот вариант рассмотрим, он тоже будет динамически изменяемый, просто чаще размещается объект и иногда к ней часто вставляют выноску, чтобы иметь возможность ее двигать на полочке, как это делается, вставляется обычная позиционная выноска, у которой допустим в первую строчку мы вставляем по правой кнопке мыши, мы вставляем взять чертежа и берем свойства, взять и свойства, какое нам свойство нужно будет, ну сейчас мы возьмем сразу наименование, чтобы было побыстрее, наименование, тот параметр выноски, который используется с чертежа, будет непосредственно с таким синеньким подчеркиванием, как гиперссылка, подсвечен, окей, мы ее оставляем, она подсвечивается зеленым, при зажатом шифте мы можем проставить эту выноску, чуть-чуть сейчас уменьшу размер, потому что мы работаем с вами в масштабе большом, не докопаться до размеров из-за этого до масштаба, но я вот через это поменяю, тоже большая, поменяю через менюшку свойств, вот такая вот, хорошее значение, это пока одна позиционная выноска, она не является шаблоном, она просто считывает данные с объекта и сюда ее проставляет, но для того, чтобы ввести следующую, нам нужно сделать шаблон, чтобы не повторять то же самое действие, взять и свойства и так далее, мы берем команду, обратили внимание, там же я опять же нахожусь, объект из базы, чуть ниже создание маркера, мастер шаблонов, выбираю нашу выноску, шаблон, нажимаю команду создать шаблон, шаблон, сохраняется он по умолчанию, опять же, в DB, датабейс, основной, основную базу, раздел шаблоны, ну пусть, давайте в маркеры поменяем, мы же в маркеры положили, никто вам не запрещает создавать свои папки, переименовывать как вам угодно, куда-то передвигать, ну тоже там назову, кры, крон, пусть это будет форма крон, форму можно создать, нам пока это не нужно, у нас свойство с объекта берется, да и все, обновлю базу, появилось пользовательский шаблон позиционной выноски, здесь небольшая иконка есть, когда вы можете увидеть, что универсальный маркер это треугольничек такой измеряется с линеечкой, вот, а шаблон выноски это с маленькой позиционной выноской показано, то же самое диалоговое окно появляется, мы его просто нажимаем окей, подсвечивается объект, на который мы сейчас навели мышь, из которого будем использовать связь, простановку, по умолчанию будет показываться то, что прописано было последним значением, сохранено, но после вставки в чертеж эта выноска свойства с объекта перечитает, все будет корректно, выноску можно будет перемещать, если, такой момент тонкий, если вы при вставке оставили ассоциативную связь между объектами, то выноска будет меняться, как это узнать, когда мы вставляем выноску, вот мы наводим на объект, она подсвечивается зеленым, если мы нажимаем команду shift, появляется некий указатель перед положением выноске, видите, как его там правильно, ух ты, куда ты уехала, что-то у меня тут одновременно зафигачилось, хотел вам показать ближе этот кругляшок, в результате повернуло чертеж, бывает, показывается кругляшочек заполненный наполовинку, означает, связь будет ассоциативна, если мы shift отпустим, то связи не будет, мы только поставим выноску, она в этот момент считает объект, да, все будет хорошо, но как только вы этот объект задумаете поменять, то этого изменения уже у нас с вами не произойдет, изменения не будет. Ну и теперь самое главное, мы там все выноски, все отчетики расставили, все маркеры поставили, планчик сделали, какой-то, да, мы с вами сейчас копированием это сделаем, естественно, нам сейчас не так важно их, вот у нас будет какой-то, естественно, их будет какая-то туча на чертеже разных, все возможно, хотя может быть на одном плане одна, на другом другая. Создаем отчет, отчет мы создаем с использованием вставки таблицы из ПДС, ну, начнем с нестандартной, здесь скорее всего какая-то нестандартная спецификация элементов, шаблона я, к сожалению, не знаю, поэтому возьму пока просто три строчки и покажу вам, как делается связь маркера с табличным отчетом. Ничего нового, наверное, вы уже какие-то отчеты составляли простые, а если не составляли, тогда вам будет этот раздел также интересен. вставляю раздел отчета, появляется такое подразделение шаблона отчета, данные верхние нам не нужны, потому что это постоянные значения, не автоматические, а наша задача, наши с вами маркеры автоматически посчитать и значения сюда перенести. Для того, чтобы что-то началось считать, нужно выбрать опцию, выбрать исходные объекты, в раскрывающемся списке указать маркер. Поскольку маркеров в чертеже может быть много, лучше заводить их по названию, то есть выбрать только такой-то маркер. Опять же, если планов или фасадов в чертеже в модели много, лучше выбрать еще и выбрать их в прямоугольнике в ограниченной зоне, или можно с использованием слоев, то есть разнести фасад А, фасад Б, или фасад второго здания, разнести по слоям и использовать привязку в таблицу свойств по слою. Вот, то есть такие варианты могут быть. После того, как вы выберете объект, который должен сюда автоматически привязываться, у вас появится ровно столько срок, сколько этих объектов. Но они все пустые, потому что мы пока объект привязали, а сами свойства нет. Сами свойства можно привязать вот таким вот образом выделяем ячейку, нажимаем правую кнопку мышки и смотрим, какое значение нам туда нужно получить. Давайте в первое имя, естественно, наверное, получим. То, что они сейчас все в разнобой, без сортировки, ничего страшного, пусть они так и будут. Во вторую мы получим количество. В правой кнопке слова количество и формула количества не будет. под правой кнопкой мыши у нас сейчас все свойства, которые относятся к данному объекту. Количество нам с вами нужно написать формулой. Для этого можно открыть редактор формул, кнопочка аналогичная как в Excel и просто нажать в построителе выражений готовое выражение count, пока не вставляются еще две скобочки, еще так две скобочки поставить. Все по одному, отлично. А в последний ячейку мы с вами вставим геометрию давайте вставим. У нас же есть геометрия исполнения, вставим геометрию. Для того, чтобы вставить геометрию, опять нужно откроить построитель выражений, начать писать слово геометрия, дальше из подсказки у вас это слово появится, вы его выберете. Сама геометрия в табличный редактор не вставится, вставится синяя ссылка на геометрию и потом уже непосредственно изображение будет в таблице. Что мы с вами дальше еще сделаем? Конечно же сразу сделаем группировку. Нас интересует, чтобы столбец А группировался и сортировался по возрастанию. После этого, как видите, все наши маркеры схлопнулись в один с соответствующими позициями этих маркеров 5, этих 5, этих 7, этих 7 и изображение. Если изображение у нас маленькое, заходим в нашу редакцию, снова открываем табличку на редактирование, в ячейке там, где геометрия, выбираем любое произвольное побольше высоту текста, нажимаем команду шаблона отчета перестроить. Вот все, они у нас с вами стали побольше. Можно еще больше, соответственно, это будет определяться только размерами вашей ячейки, высоты вашей строки. Геометрия будет исполнение автоматически вписываться в размеры этой ячейки. Не забываем, что наша таблица, у нас, кстати, здесь еще с вами удлинители использовались. В общем, если нужно подредактировать таблицу, мы всегда, естественно, тоже это можем сделать. Например, мы сейчас не учли, какие-то были удлинители важные. Добавим один столбец. Это мы, наверное, перенесем. Пусть это считается здесь. А здесь у нас еще будут с вами удлинители. И вот уже мы сортировать будем, группировать с учетом того, есть ли у нас удлинители или нет. У нас с вами там, по-моему, никаких и нет. Сейчас посмотрим. Какой-нибудь один ставим, чтобы был да. Замечательно. Еще один добавили, тот, который есть с удлинителем. И такой, возможно, вариант преобразить для того, чтобы мы с вами еще сгруппировали. Можно как, давайте попробуем не группировать. Может быть, и просто, если мы сделаем строчку объединять, нам это не совсем подойдет. Нам это не совсем так нужно. Вот, я покажу, что обозначает слово строчка объединения. По ней тоже итогом можно посчитать вообще. вот что такое группировка. Можно попробовать как бы вот так потом. Объединения по B там уже не будет. Это нам ни на что не повлияет. одно правило пока удалю, пусть пока будет так, как есть. Самое главное, что после того, как вы нашу табличку настроили, нужно сделать. Не забыть ее сохранить. Тоже же в базу. Каждый раз настраивать данные табличные отчеты не нужно. Для этого в табличном редакторе через команду файл нажимаем команду сохранить в базу. Проверяем куда сохраняется. Мы сохраним тоже маркеры. Наименование так и будет table. Какая-то table.kr пусть будет. Пусть кронштейна посчитает. Посмотрим. Появляется соответствующая табличная форма здесь маркеры. Ну и тестируем пожалуйста. Открываем новый чертеж. Что мы имеем? Что мы имеем новый чертеж. Вставляем кронштейн. Нужные нам позиции. И вставляем таблицу. По умолчанию она будет опять же с теми значениями которые подсказка такая висеть большая как только разместить чертеж. Все пересчитается в соответствии с данными уже в наших объектах. Табличка будет динамическая. Если объектов много то наверное такую динамику может быть хотя по количеству ничего страшного не будет. В общем динамическую связь с таблицей можно будет отключить для того чтобы не так сильно чертеж где-то у вас подвисал. И вставлять непосредственно по окончанию работы. Так ну что по-моему я вам сегодня рассказала про фасадный маркер вот этот кронштейн все что в общем-то хотела но остались у нас с вами моменты относительно непосредственно вкусняшек. Вкусняшки это промо акция которая компания CSD снова запускает и акция это действует до 30 декабря 2021 года то есть до конца этого года можно успеть на нее попасть смысл акции заключается в скидке если вы одновременно приобретаете позицию автокада и позицию с ПДС сроком на один год то есть речь идет про новые лицензии количество данных лицензий тоже есть ограничения то есть для одной компании не более 10 а если вы не успели пожалуйста обращайтесь в компанию CSD на закупку по данной акции по промо акции если партнеры на связи партнеры тоже обратите внимание вашим клиентам информируйте о такой возможности получить скидку что у нас еще впереди с вами еще сейчас впереди будет по нетривиальным инструментам у нас будет создание параметрического объекта в рамках этой же задачи по фасадным конструкциям есть специальные профили на которых собственно несущие профили на которые происходит крепление в дальнейшем фасада можно сравнить это с аналогами несущих конструкций двутавр швеллер и так далее но там естественно свое сечение есть и вот эту динамику как сделать динамический параметрический объект который бы изменялся по длине длина которого бы автоматически транслировалась в таблицу и мы по ней могли и вес посчитать и ведомость материалов составить и ведомость расхода стали и спецификацию вот как это сделать у нас будет в следующем вебинаре коротенечко и быстро никаких навыков программирования в ней не будет просто для пользователя как воспользоваться мастером объектов для того чтобы такой параметрический объект сделать будет он 19 октября запись как всегда на вебинаре на сайте csd csd.ru сейчас контакт я вам оставила в презентации www.csd.ru запись на вебинар через заполнение формы теперь вернусь обещала вернуться к вопросам где у нас объектики наши я вопросов что-то так и не вижу что-то появляется только господи как же там плохо видно как можно в таблице пользоваться функцией типа поиск позиций например шаблон отчета сопоставить различные данные из графа данные в шаблон отчета сопоставить различные данные из графа данные эльмир спасибо за вопрос я честно говоря пока не могу сообразить где вам там нужно какую-то позицию выбрать в поиске то есть мы при выборе исходных данных вот здесь выбираем объект все что мы можем фильтровать для выбора если вам нужна какая-то конкретная позиция например по длине или например по наличию удлинителя нет мы выбираем через условия например нам нужна только длина или только такая и сразу будет выбрана другая часть объектов или наоборот нам нужна длина не равная больше такое-то неравная такое-то только оперируя этими значениями вы можете сразу сделать шаблон поиска выбор тех объектов которые вам нужны их количество будет подсказкой указано в значении из 15 например сейчас выбрано 15 по моему условию из 19 можете сориентироваться правильно неправильно мы выбрали эти значения если я неправильно как бы вопрос поняла вас вопрос можно мне на почту нам наверное надо будет как-то через организаторов то узнать вопрос всегда можно отправить по почте так Татьяна надеюсь я ответил да Эльмир на ваш вопрос Татьяна в маркер можно вставить табличные параметры в маркер можно и нужно вставлять табличные параметры если они есть мы как раз в данном случае с вами эти табличные параметры и вставляли мы проводили в соответствии по длине по наличию удлинителя мы вставляли показания выбор конкретного исполнения можно выбрать любые другие табличные параметры можно выбирать если опять про несущие конструкции вспомнить то это конечно же соответствие сечения соответствие профиля выбора по колонии 20к1 по ГОСТ такому-то выбирает ровно такое сечение вот с такими характеристиками и это будут табличные параметры в маркере поэтому конечно если они есть если нужно соответствие почему бы нет их можно использовать количество неограничено можно добавить параметры добавляются сюда только те параметры которые у вас в этом списке присутствуют добавить стоимость вот так стоимость теперь у вас в разделе таблиц параметров можно этот активизировать и этот столбец и соответственно дописать в него новые позиции без проблем мы вложились в час каратенечко и быстренько давайте еще сразу скажу что вместе с записью вебинара наверное если кому-то будет необходимо пришлите запрос на материалы непосредственно нашего вебинара то есть все что мы настроили сегодня вот эти маркеры таблицу кронштейна я вам могу отдать файлом вы себе можете если лень заново с нуля создавать можете с нуля себе сохранить импортировать себе в базу и использовать перенастроить естественно под свои нужды обращаю только внимание что начиная с версии 21 у нас SPDS график споставляется с UBD PostGree и формат самого файла будет библиотеки объекта базы данных он будет MCDI вот а не MCD как это было раньше это начиная с 21 версии если будет нужен MCD тоже дайте знать как-то разберемся по версии SPDS что в этом случае нужно будет сделать так Эльмир еще разок давайте хочу сопоставить для блока постоянные табличные данные например заранее прописать вес а потом сопоставлять при совпадении имени при совпадении имени эти массы вес для материала постоянные табличные данные например но если у вас есть вес наверное еще все равно пример будет нужен но логику вы можете любую заложить давайте посмотрим пожалуйста редактирование кронштейна если у вас есть вес мы его напишем прям так в вес и вам его нужно сопоставить вопрос с чем вы будете сопоставлять с именем если мы сопоставляем вот прям с именем профиля то без проблем вы вот так заводите если логика другая то нужно отталкиваться от сопоставления веса и там названия блока например вот сейчас изменения сохраним посмотрим если мы посмотрим так 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 здесь у нас не будет видно позицию наверное здесь позицию мы же не вывели когда мы выбираем кронштейн у нас сейчас с вами даже нету пункта выбора параметра веса потому что в таблице мы его не показывали мы его привяжем например еще вот сюда вы увидите так сейчас выберу вот эту панельку вот добавим что он у нас не обновился что ли и для всех маркеров применили очень просто если мы сейчас для всех маркеров применим они у нас с вами по ага не сохранился и команду не нажала команда вес так добавим табличные параметры 1 2 3 4 5 сохраним просто у меня не применен на все остальные ну это не страшно сейчас поставим опять же да здесь вот нету вот здесь вот он есть ему противопоставлено уже значение из таблицы если вам нужно сюда объект выбрать по весу это свойство нужно будет указать все равно думаю у вас какая-то другая задача наверное нужно ее просто вам файликом прислать мне и тогда уже будет понятнее если мы строчки сейчас уберем здесь почему пустое значение потому что у каких-то объектов у нас с вами есть параметр веса у каких-то нет пока вот так вот мы выбрали все только 85 так вот выберем может быть вам именно по весу я думаю над задачей сейчас никак не могу сообразить для блока постоянные табличные данные то ведь наверное пришл пришлете пример и мы тогда уже это поищем как это правильно сделать что имеется ввиду запись вебинара да запись вебинара присылается на почту насколько я понимаю запрашивать ее дополнительно не надо но здесь уже наверное специалисты CSD подключатся уточнят эти моменты я на этом заканчиваю сегодняшний вебинар спасибо вам большое за участие за Михаил успел вставить 5 копеек будет ли в SPDS функция быстрой печати как в программе реверс или плод SPDS Михаил очень хочется чтобы она там была у нас часть такого функционала есть но он пока не доработан называется он технология использования альбомов здесь можно вставлять объемы составлять альбомы из разных чертежей но печатать можно пакетно только чертежи форматки одинакового размера то есть только 3 или только 1 способится конечно можно но как бы вот пока вот только в таком состоянии у нас этот функционал остался вот а так да очень хочется чтобы функция быстробещати была такая как в реверсе спасибо за вопросы я с вами прощаюсь до следующего вебинара хорошего вам дня спасибо спасибо